В Калужской области жители деревни Ильино Боровского района недалеко от своих огородов обнаружили человеческие останки. В годы Великой Отечественной войны в этих местах шли ожесточенные бои. Кладбища для погибших солдат устраивались стихийно. Один из дачников отправился в Подольский архив. Выяснилось, под Ильиным погибла 4-я дивизия народного ополчения. Большинство красноармейцев были призваны из подмосковных городов. Местные жители после того, как обнаружили останки подмосковных солдат, сразу же решили увековечить их память. А в Подольский архив был отправлен Виктор Горняков, по соседству с дачей которого и было найдено захоронение. Он докопался до редких документов. Сейчас картина тех лет начинает складываться воедино. Этой дивизии была поставлена задача любой ценой заткнуть эту образовавшуюся дыру, перерезать Екатерининский тракт, старая дорога Боровск-Москва и не пустить немцев. И ополченцы это сделали. Сделали своими жизнями. Они все здесь и остались лежать. Через месяц на предполагаемом месте гибели 4-й дивизии народного ополчения свою работу начнут поисковые отряды из Калужской области. Кстати, до 1944 года Боровский район входил в состав Подмосковья. Именно это и создавало трудности для Виктора Данилова, отец которого воевал в 4-й дивизии. И мы долго искали его какие-то следы, братскую могилу или что-то в этом духе. Именно в Московской области и в Нарфаминском районе. И никак не могли найти. Теперь все дороги ведут к деревне Ильино, а не как изначально считалось. Фамилия Данилова выбита на мемориале латышских солдат в Редькино. Это всего в нескольких километрах. Но общего с латышской дивизией у ополченческой все меньше и меньше. Во-первых, сформировалась она преимущественно из русских и евреев. Во-вторых, ее кадры, по данным архивных документов, значились в высших учреждениях Москвы. Это была элита. В этой дивизии, она, наверное, считалась самой образованной на всем московском управлении, было из 7 тысяч тысяч инженеров. Помимо инженеров в составе 4-й добровольной дивизии были представители дипломатических ведомств, экономисты, представители научного мира. Но война белых воротничков не приемлет. Из донесений старшин узнаем, что на третий день боеприпасы у солдат закончились. Оборону фашистам удалось прорвать. На окраине Московской области осенью 41-го года погибли более 6 тысяч наших земляков. Единственное упоминание о них в газете «Красная звезда». Константин Симонов, тогда еще военный корреспондент, пишет, что рубежи не сданы. Это неправда. Но того требовала пропаганда. 16 октября 1941 года, когда он погиб, это было страшное по силе давление наступление немцев. Вот в этот момент Красная армия освобождала эту территорию. Пройдут годы и победа будет нашей. Только многие о ней так и не узнали. Жители Ильина захотели нам рассказать о том, что в их земле лежат солдаты из Чехова, Шатуры, Коломны, Мытищ, Люберец, Дмитрова, Нарафаминска, чтобы мы о них всегда помнили и знали теперь, где они покоятся. Евгений Райдер, Максим Казаков, Андрей Ишметов, Калужская область, Новости, Подмосковье.